Реформа рынка Реформа рынка Реформа рынка Реформа рынка Реформа рынка и регулятор вынужден ограничивая тарифы производителей, что приводит к убыткам. Эта проблема существует давно. Понятно, что правительство не может решить этот вопрос в один момент. Цены для населения, которые сейчас порядка 4 раза ниже, чем объективная цена рынка, мы не можем в одном моменте поднять, но это перекрестное струксидирование тянет промышленность и предприятие энергосектора в глубокую пропасть. То есть проблема не решается. Как это работает в Европе? Мы изучили опыт европейских государств. На самом деле в разных странах есть разные модели рынков. Ту модель, которая предполагается внедрению в Украину, ближе всего это рынок Испании и Португалии, в частности в Испании. То есть чем он характеризуется? Это смешанный рынок, 50% биржевая торговля, 50% регулируемый сегмент. Как отражается на тарифе? Это тариф регулируемый с механизмом дотации из рыночного фонда. То есть этот рыночный фонд предполагается в модели рынка, который для принятия в Украине. Начиная с 90-х годов, мы помним, когда мы встретили 21 век Украины. В Украине существовал непонятный на тот момент несовершенный рынок. В энергетике было очень много проблем. Это не платежи, а огромные накопившиеся встречные дебиторские и кредиторские задолженности. Потеря оборотных средств стоит только вспомнить формы расчетов. Это бартерные операции, вексельные операции с наполняемостью в 40-10%. Это огромные сверхнормативные и нормативные потери. Физические и морально устаревшие технологии, оборудование, экологические проблемы, кадры, вопросы, отсутствие инвестиционного климата. Я думаю, это самая главная проблема была той. Тогда, 10-12 лет назад, начатые реформы в энергетике Украины, вселили надежду, появилась гордость за Украину, которая первая на постсоветском пространстве предприняла такие смелые шаги по реформированию рынка. Тогда это была прогрессивная форма оптового рынка, единый покупателем. Тогда же, 12 лет назад, в 2002 году, в постановлении Кабинета Министров была утверждена концепция развития оптового рынка электроэнергетики Украины. Были обнажены проблемные вопросы, их там насчитывалось порядка 28, по решению которых мы могли перейти к рынку прямых контрактов с потовым рынком и так далее. Но, к сожалению, прошло уже 10 лет, мы в ноябре отметим юбилей существования этой программного документа. А что произошло за 10 лет? А ничего. По большому счету, да, некоторые проблемы были нивелированы, те же порвали мы с платежами. Мы вышли на монетарную форму расчетов, скорее он бартер и так далее. Но накопились и очень сильно стали тревожить энергетиков и в целом реальных секторов экономики Украины. Такие проблемы, как Алексей уже обозначил в своем докладе, это админресурс при формировании тарифа образования, это отсутствие энергетического инвестиционного климата, соответственно, с тем, что сдерживаются тарифы. Это тариф образования на уровне затрат, естественно, операционное улучшение в части не дают нормальных, правильных сигналов для участников рынка, участников этого бизнеса.